Честно говоря, я 5 минут назад уже хотел отменить штаб, потому что первый штаб по этому мосту, важному мосту, пробки собирает по всей стране, да? Глава города приехал на первый штаб, руководителя генерального нет, это плохо. Значит, учитывая важность этого объекта, на следующий штаб, даже не на следующий штаб, во вторник в 10 утра жду руководителя у себя. Во вторник? Во вторник в 10 утра. Итак, вкратце характеристика данного ремонта. Пожалуйста, кто-то ведет, вы? Или вы? Давайте. Не знаете, я могу не сказать. Еще раз представьтесь. Поданев Евгений Александрович, начальник участка организации ООО СК Красный Стримстрой. Да. Ну что я хочу сказать. В плане ремонта выполнено... Во-первых, хотел узнать, насколько критичность была данного моста, значит, это раз, техническое его состояние, и сколько важен, насколько это принадлежит? Этот ремонт обязательно был и нужен, потому что все, скажем так, изыскания, которые делались по Москве, они бы уже устарели к тому времени, пока его начали проварить, скажем. И, естественно, на тот момент, когда мы приступили, оказались уже последствия необратимые во многих новых стажиров. Даже на балках обратилось не было. Поэтому мы иди работали. Ну и в столетии уже увидели, что последний раз, когда ремонт застелился? Здесь делались деформационные швы, но они не такой марки, были два года назад. А больше ничего тут не проводилось. Я не знаю, когда был последний. Вроде, я как слышал, где-то в 15-16 году было. Причем что-то подобное. Точно не могу вам сказать. Ну хорошо. Основные параметры проводимого ремонта? Ну, это замена полностью слоев проезжей части. Естественно, укрепление, усиление и замена деформационных швов. Это вот в нашей... Швов, еще раз повторите, сколько всего необходимо будет сделать на этом мосту? 7 швов. 7 швов? Да. Так как пролеты здесь смежные, и поэтому их, естественно, меньше. Так, по факту, здесь 10 пролетов. А делаем всего 7 швов. Ну, мы их сделаем. Хорошо. Срок у вас по контакту выполнения работы, да? Заканчивается до 1 ноября. 1 ноября. Ну, честно говоря, как вы оцениваете? Ну, понятно, подводные условия, качество ни в коем случае нельзя тут потерять. То есть, раньше можно сроков сдать его все-таки? Наверное, скорее всего, нет. Мы только-только войдем. Уже при всем благоприятных последствиях. То есть, даже, даже не знаю, единственный рейсмон точно тот, как сможет срок. Потому что сроки не так уменьшат, хорошо. Давайте, значит, мы выбираем и рекорды, которые все-таки, с учетом, если погода нам позволит, в этом случае, сколько человек работает? У меня работает от 7 до 12 человек. Сейчас сколько? Сейчас надо, на моем метр, 8 человек. Ну, рассмотрите возможности увеличения. Ну, я, конечно, понимаю. Рассмотрит. Я понял. По крайней мере, ну, если вы хотя бы 8 мая начали, а вот контракт изначально заключен в том году, правильно? Да, да. Изначально сумма порядка 9 миллионов была. Выплачена на закупку материала, так ли, ошибаемся? Я не скажу, да. Нет, всего 45, 9 миллионов. 9 миллионов. 9 миллионов. Так, и в этом году оплатили 4, да? 5 или 5. 5. Сейчас уже выполнение на 4 миллиона, 85 тысяч. То есть они... Ну, с условием, значит, то надзор осуществляет вы, да? Если работы на данных участках проводятся качественно, естественно, нельзя спешить, потому что, я понимаю, объект важный, да, и движение трафик здесь большой. Потому что вся страна по этому мосту переезжает. Вот. Поэтому я просто, если вы подтверждаете, вот, подтверждаете, да, я все-таки прошу рассмотреть возможность, ну, хотя бы где-то на месяцок сохранить, сократить. Уже все-таки в Сибири живет. Можно же и дальше предложить. Ну, дальше сейчас набор прочности будет бетона на швак. И на 25 число уже было заявлено на анастальтирование. 25 июля. 25 июля. Раньше просто не успеет туда. Хорошо. Хорошо, по графику производства работ на следующий год вы обязательный предложение. Первый амбус. Ну, я подразумеваю, если мы успеем быстрее полагать и свадь, естественно, мы не спускаемся раньше. На демонтаже можете ускорить? Да. Больше народу больше взять. Да, там, наверное, скорее всего, техническими моментами скакалируются. На этом этапе мы не можем. Хорошо. Значит, еще раз, в рамках ремонта пешеходная плоскость не делается, да? Или делается? Нет, когда делается, выравнишь сточки. Да. И гидроизоляцию, да? Гидроизоляция. Бордюрный камень держишь, чтобы вы что-то поставили, да? Полностью. И все, да? И все цоколя? Все цоколя барьеров. Цоколя были в плохом состоянии. Они бы не выдержали. Включение объемов цепок, и сроки были поддельные. Хорошо. Какие еще вопросы у вас проблемные здесь возникают? У нас материалом все... Как вы сказали, только пробки вот эти, которые... Но я вот что и хотел попросить. У нас светофор больше всего мешает. С этой стороны столько пробок не бывает, как бывает с той стороны. Регулировать движение, да? Да. Хотя, я думаю, напротив СИП-коротка этот светофор можно было подключить. Но хотя бы на время ремонта моста. Давайте, я с ГИБДД переговорю обязательно. Кстати, там тоже ДТП сегодня, почему срок... А только сейчас. Да. Я попросил начальника ГИБДД, чтобы оперативно экипаж отправить. А вот, если там есть экипаж. Да. Поэтому я все равно прошу рассмотреть сокращение сроков, которое не повлечет на качество. С учетом, правильно сказал Олег Викторович, и демонтажа может ускорить этот процесс. То есть, что для этого надо. Ну, какое-то... Все-таки в Сибири у нас, может быть, разные... Во времена года у нас по-разному. Рано или поздно начинается зима, да? И бывали случаи, что и в октябре уже так, довольно-таки прохладно с этой позиции. Понятно. По оплате финансовых средств за выполненную работу. То есть, таким образом. Идет выплата, подтверждение, что выполнена работа Олег Викторовича. У нас работает организация специализирована. Помимо того, что контролирует качество выполнения работы бетона, в том числе и бетон, и адрес крытых работы, и объемы. Все это замеряют в дневном порядке. Вместе с тем я понимаю, что платежи нужны. Это неприятный условие, правильно? Да, что что-то... Заняты ли у него в МОМАЦЕ, если там что-то дается, и в МОМАЦЕ, и в МОМАЦЕ, и в МОМАЦЕ 3, а также используют логументацию на проверку, что устроить будет больно. Хорошо. Выплата средств, которая сейчас идет, она все устраивает? Либо есть острая необходимость, согласно выполнить работу, определенную сумму вам, значит, направить? Сейчас все устраивает, у нас в МОМАЦЕ, в МОМАЦЕ, тесно, и бонус, и иди в МОМАЦЕ, и ремонтная смена И для того, чтобы работали на замену всех баку, плотных комплексов для обслуживания, и для тех, 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 тех. Стоимость дополнительных работ тут сейчас осметили порядка 2,5 миллиметра. Хорошо, Олег Викторович, давайте, значит, на вторник ко мне руководитель должен объехать, да? Значит, я еще раз попрошу по качеству выполнения работ там, как мы видели, значит, еще долить нет, определенные стойки не долиты, да? Швы вы заканчиваете, да? И 25-го числа вы ходите на асфальтную работу. Вот Сухопатриарная организация, а, честно говоря, сказал, что 26-го, 27-го они приходят. Значит, очень ждем, когда этот мост, естественно, войдет в эксплуатацию, потому что кроме того, что у нас безобразное состояние дорога, опять-таки, еще здесь тормозятся машины. Естественно, какое-то не есть хорошо. Поэтому еще раз прошу, чтобы здесь была организована работа каждый день. Значит, сегодня сколько работает человек? 8? 8. Ну, не знаю, допустим, если в одном месте делают, может быть, уже с одной стороны, с другой стороны тоже есть работы, которые можно подливать, делать, смотреть. Просто вот они такие мелочи, небольшие работы, но их требуют постоянно, а их контроль и надо постоянно делать. Иначе так время будет дальше уходить. Хорошо, ориентируемся на 27-го число, да? Укладка асфальта на этой же части. И переход на вторую сторону. Первый лавровый. Значит, на следующий раз, да, я хотел увидеть график производства. Первый лавровый лавровый лавровый. Первый лавровый лавровый лавровый.